И это Александр Потень. Спасибо. Если вы познакомились, моя презентация будет не такая живая, не с такими картинками, как там. Ну, думаю, что тоже будет не очень скучно. Итак, тема доклада или лекции была заявлена. Это международные стандарты области информационной безопасности и классификации, кто их разрабатывает без койкой. Я бы хотел как раз вот этой информацией поделиться. Итак, информационная безопасность – это достаточно уже развитая область, очень развитая область. И если мы раньше знали в этой области всего несколько стандартов, и вы их тоже все знаете на слуху, да? Кто знает, что такое ДЭС? Алгоритм шифрования ДЭС, да? Кто слышал такой алгоритм БОСК шифрования? Алгоритм цифровой подписи, да? Ну, вот на этом большинство студентов, и с кем я общаюсь, а кто знает, что такое ISO 2700? Ну, вот, да? Вот, да, на этом и заканчивается большинство студентов. Действительно, до 2000 года стандартов по информационной безопасности было немного. Это такая сфера была, специфическая, спецслужбы, военные и так далее. Но потом, и даже чуть раньше, началось активное внедрение, в частности, и криптографических технологий на уровне бытового. Вот у нас уже у каждого хозяйка скоро появится электронный паспорт, в котором будет цифровая подпись. А цифровая подпись, уважаемые студенты, коллеги, это криптография. И поэтому с тех времен активно началась развиваться стандартизация его удобности. Почему? Вопрос заключается в том, что защита информации, а информация это ваш актив, это очень чувствительная сфера. Поэтому, когда вы, как потребитель, покупаете какие-то средства или где-то используете технологии, связанные с защитой информации, и доверяете этим технологиям свой актив, а это персональные данные, личные, ну, персональные личные данные, это какие-то информационные активы, которые для вас имеют ценность, а злоумышленник, он хочет их получить, да, вот нам тоже показали доклад, как злоумышленники получают, собственно говоря, данные о вашей карте и так далее. То вы, естественно, хотите доверить эти данные тем, кому доверяете. И только тем производителям, которые вам скажут, что у нас это все хорошо. Ну, а общепринято на потребительский рынок, что хорошо, то, что соответствует стандартам. Поэтому и пошло развитие стандартизации в этой сфере. Значит, стандартами, основной разработчик стандартов в этой сфере является, здесь вы видите, международная организация ИСО и ЕГ, это, ИСО, понятно, это Международная электроэнергетическая комиссия, объединенный технический комитет по информационным технологиям под комитет номер 27, который называется IT-Security Tech. Вот это основная организация, которая разрабатывает эти стандарты, сопровождает их. Конечно же, она не сама разрабатывает, а многие-многие страны там участвуют. Следующий слайд, пожалуйста. Ее основная миссия, вы видите на этом слайде, я использую презентацию на английском языке, потому что здесь подготовлена аудитория. Я использую официальную презентацию этого под комитета, которая посвящена 20-летию ИГУРАН. Лучше по обзору не найти и переводить не имеет смысла, потому что с этого года в Украине международные стандарты принимаются в методом обложки, то есть на английском языке. Поэтому, товарищи, аспиранты, студенты и другие ученые, учите английский язык, потому что стандарты на украинский язык для вас никто переводить уже не будет. Вот основные сферы, которым занимается этот под комитет. Пять основных сфер, вы видите, пять сфер уже. Раньше было три, два года назад стало пять. Первая сфера – это управление информационной безопасностью. Вторая – криптографические механизмы и соответствующие техники. Оценка безопасности, тестирование и спецификация средств безопасности и систем безопасности. Это организационные меры защиты, security control и услуги безопасности. И последняя, буквально недавно с разгрупой, это управление identity. Это то, о чем я там говорил, о цифровой личности в интернете и вообще в сфере. И технологии приватности. Каждый этот топик, этим занимается отдельная рабочая группа в этом подкомитете. Следующий слайд, пожалуйста. Вот структура подкомитета. Организация такая. Есть подкомитет, в него входят рабочие группы. В состав рабочей группы входят различные члены из российских стран. Вы видите здесь и Британия, Австралия, Япония и так далее. Я скажу вам, что Украина действие пасет задних. Она тоже является членом этого подкомитета и членом ИСО, причем членом голосующим. И наши представители в том числе работают в этом подкомитете. У нас в Украине есть тоже соответствующий подкомитет номер 27. Итак, вот эти пять рабочих групп. И моя цель сегодня коротко охарактеризовать стандарты, которые разрабатывают эти группы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь вот такой чат, который показывает, как эти документы взаимодействуют и выстраиваются в определенную систему. Значит, на данный момент разработано уже около 200 стандартов этим подкомитетом. Поэтому их отдельное изучение, это отдельный объем времени. В частности, в ряде университетов в Харькове читается отдельный курс по стандартизации, который позволяет студентам освоить хотя бы массив этих документов. Итак, как бы я здесь пояснил, как выстраивать систему стандартов. Итак, смотрите, первая шапка этого всего. Это система управления информационной безопасностью. То, что мы должны построить на любом предприятии, в организации, это построить определенные процессы, с помощью которых топ-менеджмент и среднее звено, и даже самый последний работник будет знать, что такое безопасность, к чему приведет нарушение информационной безопасности, будет умело действовать в тех иных ситуациях и так далее. За это отвечают стандарты группы ISO 27001, и там их очень много, мы их посмотрим. Дальше вот такие вот как столбики, которые подкрепляют уже определенные техники. Первое, это вы видите, это система управления безопасностью в разных сферах. Это клауд, это телекоммуникационная компания, это энергетика, финансы. Там есть свои особенности, поэтому разрабатываются стандарты, которые учитывают эти особенности и реализуют ISO 27001 как общий документ в этой области. Еще один столбик, это Security Service and Control. Это фокус на организационные мероприятия. Защита информации, она не заканчивается закупкой шифратора, файлвола и так далее. Защита информации, это деятельность, это процесс. Как только у вас появился актив, он начинает жить своей жизнью, вы должны предпринимать меры по его защите. И это организационные мероприятия. Вы здесь можете увидеть, что это. И реализация различных мер защиты, это обеспечение непрерывности бизнеса, это безопасность сетей, это услуги третьих доверительных сторон, например, центров сертификации и так далее, и так далее. Вот это второй столбик. Третий столбик. Identity Management. То, что я вам говорил. Сейчас в цифровом мире вы ничего не сделаете правильного, доверенного, если вас уникально и надежно не идентифицируют. Но, поскольку у нас, а у нас уже с вами есть эти всякие идентификаторы, фейсбуки и так далее, там почты и так далее. Вот, если даже государство задумается об этом идентификаторе, им надо управлять. Его надо выдать, его надо распределить, потом уничтожить. Это очень тяжелая работа. Корпорации, например, General Motors на это стратят в год несколько миллионов долларов, чтобы управлять несколькими тысячами учетными записями. Вот эти стандарты сейчас будут заниматься этим. В том числе это и биометрическая идентификация. Эти столбики и этот домик опираются на технологии. И базовой технологией для того, чтобы это все реализовать, являются криптографические технологии. Это цифрование, цифровая подпись, аутентификация, целостность данных, непричастность, управление ключами и так далее. И сбоку, вы здесь видите, появляется как бы контроль. Первая группа стандартов – это мы должны вот эту систему проверить, мы ее правильно построили. Это сертификация и аккредитация этих систем. Это отдельная сфера деятельности. А второе, видите, она охватывает организационную часть. А когда мы опускаемся на технологии, у нас включается еще одна группа стандартов, называется Security VLH Testing и спецификация. В основном это на базе ISO 15408 стандарта, когда начинают оценивать, а как эта технология реализована, отвечает требованиям и так далее. Вот это вот чарт, который показывает, в каких направлениях, какие стандарты разрабатывает Международная организация постандартизации. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше мы чуть быстрее пойдем. Итак, сегодня вы видите, количество проектов, стандартов, это 208 штук, активные, которые находятся в активной фазе 72, опубликованы 136 стандартов. Это вот в этой сфере. То есть, если вы даже смотрите, стандарт 15408, это 500 страниц. Стандарт X509, цифровая подпись, да, это еще полторы тысячи страниц. То есть, вы представляете, что такое, например, вы можете взять и просто 136 стандартов, почитать на английском языке, к примеру. Следующий слайд. Конечно же, организация очень активно взаимодействует. Я с другими организациями, европейскими, национальными и так далее, мы это пропустим. Следующий слайд, пожалуйста. Еще следующий, еще. Это особенные согласования. Вот здесь я хочу показать, вот видите, голосующие члены ИСО комитета. И вот наша страна здесь есть. То есть, мы там участвуем, по крайней мере, знаем, что происходит и как это все делать и работать. Следующий слайд, пожалуйста. Еще. Еще. Дальше. Мы сейчас пропустим список тех организаций, с кем они сотрудничают. Дальше. 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 Здесь достаточно большой список. Дальше. Еще дальше. Еще. Еще. Все. Итак, коротко о каждой группе. Первая группа. Первая группа. Ее задача – разработка Information Security Management System. Опирается на стандарт 27.001 или 3.00 и вся линейка этих стандартов. Задача – требования к системе управления, методы и процессы реализации всяких технологий управления. Значит, описание и спецификация механизмов Security Control, механизмов мероприятий по защиту. Значит, определение специфических секторов, где это можно все применять. Финансы, энергетика, телекоммуникации, правила аккредитации, сертификации и аудита. Значит, управление государственным органом и, собственно говоря, экономика информационной безопасности. Это тоже очень интересный вопрос. Отдельную лекцию можно почитать, как почитать, сколько стоит ваша безопасность. И следующий слайд. Коротко. Вот здесь идет список всех стандартов. Естественно, я вам все это не расскажу сегодня. Просто обратите внимание, как это все разрабатывалось, по годам и какой свежести эти документы. Это здесь номер стандарта ИСО, здесь его название, когда его пересматривали и коротко, что он делает. Это серия 2700, которая определяет базовые технологии по управлению инвестиционной безопасностью. Здесь есть представители Эрнеста Янко, кто с меня будет выступать. Они как раз аудируют и строят такие подобные системы. Они рассматривают общие требования, положительную практику, управление рисками и так далее. Тенденция сегодня, ИСО это говорит, что систему безопасности надо строить на основе учета рисков. Рисковый подход, риск-бейстый, прочь так называют. Не гарантированная защита, а с учетом риска. Следующий слайд. Здесь вы видите продолжение этих документов. Они уже начинают рассматривать отдельные тонкости их реализации и так далее. Итак, это первая группа ИСО 27-го подкомитета ИСО. Следующий слайд. Следующий слайд. Я пропущу. Следующий слайд. Просто, чтобы вы видели, какой объем документов. Следующий слайд. Вторая группа. Вторая группа, как я сказал, это самая старая группа. Это группа, которая обеспечивает разработку стандартов криптографических механизмов и технологий. То есть та вот самая база, подложка, на которую все мы потом выстраиваем. Значит, цели она достигает. Во-первых, она реализует все базовые функции по безопасности, которые существуют в технологиях, коммуникациях и так далее. Это стандарты по обеспечению конфиденциальности, стандарты по обеспечению аутентификации. Сейчас это новая тема, поскольку электронная идентификация и аутентификация – это новый тренд. Движение населения массово будет использоваться даже не в шифровании. Это стандарты по непричастности, когда вы не сможете друг друга обманывать в сети, то есть выдавать себя за другого, отказываться от действий и так далее. Это стандарты по управлению ключами, поскольку все эти услуги криптографические базируются на секретных ключах или личных ключах и так далее. И услуга по целостности данных. То есть, когда вы отправляете сообщение, вы должны подтвердить, что в течение передачи целостность нарушала. Это основная функция – это хэш-функции и цифровые подписи. Следующий слайд. И здесь есть масса уже разработок. Они самые свежие в последние годы, 11, 12, 13. Это алгоритмы шифрования. Блочные, поточные и так далее. Алгоритмы, которые используются в так называемой малодесуртной криптографии. Докладчик будет еще об этом говорить. Следующий слайд. Значит, алгоритмы, которые определяют алкотифицированное шифрование, режимы работы блочных шифров, хэш-функции, различные техники, опирающиеся на современный математический аппарат эллиптической кривой. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, цифровые подписи нескольких стандартов. Сейчас 21 цифровая подпись, только стандартная 21 цифровая подпись. То есть, можно выбирать широкий спектр. Вот, следующий слайд. Там вот мы пропустили еще назад. А, вот здесь оставлю, да? Вот, видите? Анонимность диджитал-сигнатура. Очень важные документы, поскольку именно опираясь на эту технологию, отширяется голосование. Выборы президентов в Эстонии пришли. Это анонимные цифровые подписи. То есть, мы не знаем, кто проголосовал, но мы точно знаем, что это гражданин, и он реально существует, и реально высказал свой голос. Следующий слайд. Значит, анонимная аутентификация и так далее. Следующий слайд. Я дальше пропущу. Это очень сложно сразу увидеть. Узводить. Следующий слайд. Третья рабочая группа. Еще дальше. Третья рабочая группа, да? Основная задача – это технологии оценки безопасности. Система, которая строится, вот у нас компьютер находится, но там можно реализовать функции безопасности с помощью каких-то программных сечений или устройств. Надо оценить и доказать, что они реализованы правильно, достаточны, они действительно защищают нас от угроз. Вот за это отвечает группа вот этих стандартов. Базовый стандарт, так называемый стандарт ISO 15408, называется Common Criteria. Его основная идеология. Он классифицирует основные функции безопасности, которые можно реализовать, как библиотека, так и как. И второе. Он дает нам методику оценки этих функций безопасности и оценить их в уровнях, так называемой, гарантии того, что они действительно правильно сделаны. Все, в общем, уровне гарантии определяют стандарт. Топики в этом направлении – это, собственно, критерии оценки, это методология реализации этих критерий в требованиях в конкретных приложениях, это спецификация требований безопасности, требований гарантии в конкретных системах, компонентах и продуктах. Это методология оценки и тестирования и административная процедура, которая позволяет выставить всю систему оценивания. Это очень важно, поскольку надо не только тестировать, надо еще оценить, выдать сертификаты и провести аккредитацию этих систем. Это сложные вопросы, требующие государственного вмешательства. Следующий слайд. И вот некоторые стандарты, которые вы можете увидеть. 15408 был принят всего лишь в 2000 году. То есть 15 лет прошло, все низкие стандарты, которые вы сейчас увидите, это все то, что его поддерживает. Вот такой базовый стандарт, он в открытой сети есть, можно на русском языке по человеку, кому-то будет интересно. Если кто-то не освоит, приходите в Каразино, в КАИ, в КНУРЕ, я вам об этом расскажу. Итак, базовый стандарт и дальше стандарты, которые его подкрепляют. Методология, методы тестирования. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, как проверять криптографические алгоритмы, различные каталоги, как проектировать требования к криптографическим модулям, как оценивать операционные системы, как оценивать биометрические системы идентификации, ну и так далее. Следующий слайд. Вы видите, сколько документов уже. Верификация криптопротоколов, анализ уязвимостей, физическая безопасность, penetration testing, видите, новый стандарт уже разрабатывается, как тестерам надо тестировать и делать проникновение. И так дальше. Следующий слайд. Следующий слайд. Четвертая группа. Четвертая группа отвечает за организационную компоненту к системе безопасности. Основная ее задача – это построить процессы, которые призваны обеспечить работу персонала безопасным образом. И здесь мы видим это управление инцидентами безопасностями и поддержку жизненного цикла систем. Следующий слайд. Новое направление, которое только-только зарождается. Вот в первой редакции пошли. Базовые документы, которые определяют управление стандартами, безопасность в сетях, выбор различных техник определения ITS, то есть detection, нападение на сети и так далее. Следующий слайд. Следующий слайд. И последняя группа. Следующий слайд. Еще раз дальше. Смотрим. Последняя, пятая группа, самая молодая. Это управление идентичностью и биометрические методы приватности. Молодая группа. Здесь буквально пару стандартов. Все рождается. Следующий слайд. Покажите, пожалуйста. Но это очень перспективно, поскольку мы сейчас все будем получать, например, даже в Украине с 1 июня, с 1 января биометрические паспорта. Кто-то уже получил, наверное, кто-то за границу ездит. И у каждого с 1 июня, с 1 января, по идее, мы начнем получать наши электронные ID-карты. А это как раз стандарты, которые определяют, как защищать эту информацию и как аутентифицироваться. Следующий слайд. И как управлять этой идентичностью в рамках корпорации, города, области и всей страны. Учитывайте, что у нас 40 миллионов населений, у каждого свой идентификат. Вот коротко я, наверное, вложился, да? Осталось время для вопросов. Пожалуйста, я готов ответить на любой вопрос. Если это будет очень подробно, поговорим там за чашкой кофе. Мы знакомы. Калин Сергей. Кто из людей от Украины представляется в международных организациях после аутентифицированности? Спасибо за вопрос. Конкретно сейчас я не скажу. Они могут периодически меняться. Это люди, которые работают под комитетом номер 27. Это специалисты. Я знаю пару человек. Они работают в институте Клужко, в кибернетике именно Клужко. Вообще любой может принять в этом участие. На самом деле, любой из вас. Для этого надо обратиться в 27-м под комитет украинский. У нас сайте есть. И сказать, я вот хочу, потому что это все волонтерские начала, за это деньги не нужно ждать. Я хочу участвовать. И вам начнут прислать документы на рассмотрение, редакцию. Надо будет работать, будет отправлять документы. Может быть, когда-то найдете деньги, сесть на заседание комитета. Это есть. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас, допустим, состояние документов в Украине, вот именно национализирование, такое слабое. И вот эти документы, допустим, они не переводятся, но хотя бы не национализируются. Я понял. Спасибо. Значит, термин национализируется, он немножко ошибочный. Правильно говорить на будущее, это гармонизация. Так употребляете это правильно, это в соответствии с нашим стандартом и вообще мировым. В Украине гармонизируются международные стандарты. В 2008, 2004 по 2008 год была активная работа проведена госпитсвязью. Мы гармонизировали 25 криптостандартов с переводом их, аутентичным и с проверкой. После такой работы было понятно, что заниматься переводом на украинский язык это очень медленно, поскольку стандарты пересматриваются быстрее. И мы, наша инициативная группа, специалисты, в конце концов, за это все время добились того, что, например, буквально полгода назад Минэкономразвитку, там сейчас госпитсвязь находится, они приняли пакет документов, около 30 документов ИСОШных и документов ЕС прямо методом обложки, то есть обложку поменяли, текст остался английский. Теперь почему так слабо у нас, ну как вы говорите, в основном это связано с двумя причинами. Первое, ну к сожалению, плохо знают язык и типа очень тяжело изучать стандарты украинским разработчикам, хотя разработчики и программисты все нормально, они по ИТФ работают и по РФСИ все нормально. Второй момент, у нас есть определенные требования, особенно в частности системы технической и криптографической защиты, которые, ну как бы не совсем, считаются сейчас слишком хорошо помогают внедрению международных норм. Но в этом направлении мы сейчас идем, подписана ассоциация с ЕС, и вот то, что стандарты начали принимать прямо методом обложки, позволяет оптимистично говорить о том, что все-таки в Украине сейчас будет массово использоваться международные стандарты и в этой области тоже. Вы просто понимаете, определенная такая процедура принятия стандарта, она существует. Я прошу прощения, Михаил Санцов, а какой орган будет имплементировать эти стандарты в Украине, есть он или выбирается? Ну, отвечает за это. Я понял этот вопрос. Значит, за имплементацию стандарта, как бы органа нет такого, который связан с имплементацией, за принятие гармонизации стандарта отвечает подкомитет и добровольцы. Есть план стандартизации и по этому плану можно применять. Сейчас это занимается Минэкономразвитом. А имплементацией стандартов должны заниматься мы всех. Приняли стандарт, если его Верховная Рада может в регламент включить, что нормы его можем применять в Украине, начинаем работать. Если какие-то есть административные приконы со стороны соответствующей госпедсвязи или службы, не приконы, а особенности законодательства, их надо решать там. Но стандарты в этом отношении, они применяются, а имплементируются уже по факту, гармонизируются они по плану госстандартов. Еще один другой вопрос. Смотрите, а когда же все-таки эти стандарты, спустятся на госпредприятия? Я допустим знаю, что у тех госпредприятия, которые очень замыли к этому развитию, но у них пусто. Даже политик нет, там барабан. Я понял ваш вопрос, спасибо за вопрос. Ну, первое, значит, стандарты эти закупаются, никто их спускать не будет. Как мне кажется, если Минэкономразвит просто свои деньги вам пришлет туда. В принципе, все эти стандарты, которые здесь я перечислял, они абсолютно доступны. Часть из них в открытом доступе, часть из них платная, на сайте ИСО и его агентов по распространению. ИСО их продает за деньги. Наши стандарты, которые были гармонизированы, они доступны на сайте госстандартов. Тоже за деньги. Наша компания так и покупает. После этого мы начинаем их, по сути, имплементировать. Я имел в виду совсем немножко не то. Я имел в виду, когда госпредприятия заставят эти стандарты внедрять. Не могу ответить на вопрос, когда. Я бы заставил завтра. Наверное, когда потребность возникнет в них в этом. Александр Белобородов, у меня такой вопрос. На сайте Common Witness Enumeration, который представляет из себя источник задокументированных уязвимостей, есть некоторые фазы, через которые проходит каждая уязвимость. Например, сначала обнаружение, потом некоторое голосование, потом принятие либо отклонение, потом окончательное голосование и туда. Имеет ли отношение, вот этот комитет, о котором говорили, имеет ли они отношение к вот этому процессу? Я понял, да. Спасибо. Значит, если вы видели, там у нас, я говорил, есть стандарт по уязвимостям, он готовится, он определяет вот эти процессы, которые он назвал. Ведь к введению баз данных, если там чего-то, он к этому отношения не имеет. Он определяет общие процессы, как обрабатывать и управлять уязвимостями. А вот эти базы данных, которые вы говорили, они могут быть платные, бесплатные, волонтерские и так далее, они будут приближаться к этим процессам. Я ответил на вопрос? То есть они не исследуют, да, уязвимостям? Сам стандарт? Нет. Сам комитет? Комитет? Нет. Комитет в работе других ученых, практиков по обработке и учету этих уязвимостей с ним борьбы. Обобщив эти все практики, они принимают стандарт, который будет определять процессы обнаружения уязвимостей, их обработки, их устранения, учета, распространения и так далее. То есть определить систему работы вот с этой сущностью. Но сами уязвимости, естественно, они не инвизируют. Но люди, которые занимаются анализом, они могут вполне входить в состав комитета и, естественно, давать свои полезные информации, данные и знания, чтобы разработать правильный стандарт. Спасибо. Здравствуйте. Смотрите, а вот сам комитет не боится того, что он, когда публикует эти стандарты, он, по сути, злоумышником говорит, что у какой-то компании может стоять вот такая вот система защиты, и то есть злоумышники уже знают, что им нужно применять. Я понял. Спасибо. Значит, комитет этого не боится по двум причинам. Первый – стандарты, когда разрабатываются, они проходят очень серьезную экспертизу. Это и традиционный процесс. Второе – стандарты не определяют конкретное изделие. Они определяют либо правила выпроектирования, либо определяют, если это технологический стандарт, базовые математические алгоритмы, которые должны быть реализованы. Определяют, как надо реализовать и обеспечить надежность, верифицированность и так далее этих алгоритмов. Математические алгоритмы, прежде чем попасть в стандарты, проходят очень серьезный отбор. Например, стандарты шифрования цифровой подписи, прежде чем стали международными стандартами, они прошли, например, через конкурс всемирный в течение 2-3 лет, их пытались поломать, исследовать, очень большие были работы проведены, и только после этого из сотни десятков выбрали 1-2 кандидата, которые потом ставили стандартным, например, шифрованием. И запасы, например, по шифрованию, как требовал ИСО, алгоритм шифрования мы принимаем, они говорят, что минимум разработчик должен предоставить алгоритм шифрования, которое продержится с учетом прогнозов роста вычислительных мощностей и алгоритмических развитий математики минимум 30 лет. То есть когда стандарт приняли, в 2005 году АИС приняли, этот считатель на 30 лет считается надежным. ИСО в этом отношении не боится. Я отвечу так. Все остальные, если проходят такую же экспертизу. Николай Токричук, НТУХП. Вы сказали о том, что ряд вузов нашего города имеет наработки в этом вопросе. У меня вузы в обществе. Первое. Если в целом оценить по пятибалльной шкале уровень сейчас именно преподавания, изучения в университете, какую оценку вы поставите? И второе. Должна ли быть специальная магистратура подготовки по IT-секьюрити? Или это должен быть блок обязательно в любом, скажем, программном инжене и информационном системе? Спасибо. Спасибо. Значит, рейтинг кузов Харьковского региона я выставлять не буду. В среднюю оценку я в целом... В среднюю оценку тоже не буду, потому что я заинтересован на лицо. Я профессор университета Каразина, профессор университета... Вот если бы я везде работал, но у меня не хватит, я бы тогда отритинговал. Пускай этим занимается рейтинговое агентство. Я скажу, что курс по стандартизации, например, отдельно читается курс. Он читал... мной читался в течение одного семестра в университете радиоэлектроники. В этом году я начал читать магистровский курс университета Каразина. Я надеюсь, что магистровский курс откроется в ХАИ, я там буду читать, в частности, этот курс. По второму вопросу. Нужна ли магистратура? Я отвечаю. Да, нужна. Нужна отдельная магистратура, отдельная магистратура по сайперсекьюрити, например. Если сейчас новая специальность, вы знаете, да, лучше бы это было бы информацион секьюрити. Но как есть, так есть. Более того, я ездил несколько раз, докладывал в Польше, вот в Таллине были, здесь коллеги находятся, когда я докладывал именно проблемы освиты в сайперсекьюрити, именно в Украине. Все были очень удивлены, что у нас есть бакалаврат по этому вопросу. В европейских странах этого нет. Там сразу магистратура, бакалавры идут из IT. У нас отдельный бакалаврат. Есть, и это, на мой взгляд, правильно. Я в презентации вам показывал, сколько процентов студентов компьютерной грамоты. Ну, так, более готовы, да. Поэтому мое мнение, и я его отставил в Минасвите и в госпецсвязи, что магистратура отдельно должна быть. Причем магистратура должна быть своя в спецвузах. Это военные и СБУ, и госпецсвязи. Там есть особенности. Тем более сейчас в киберполиции и так далее там есть. Отдельная магистратура вот в наших технических вузах. Это специалисты, которые должны быть высокой квалификацией. Кроме этого, я еще отставил, что отдельно должна быть и сохраняться бакалаврат. Когда идет базовая подготовка этих специалистов, которые пойдут на низовые уровни работать на предприятиях. А магистры уже более высокая подготовка. То есть вот такое мое мнение, я его отстаиваю там, где я могу. Спасибо за полное ответ. И не только потому, что я профессор по одной специальности, и мне типа работы больше не надо. Скажите, пожалуйста, вот у Майкрософта, например, существует, есть свой фреймберк, МОВ, который называется, МОВ-4, и там есть функция безопасности. Как, с вашей точки зрения, должно было быть реализована реализация функции безопасности в системе, если люди следуют прежде всего фреймберк МОВ? Я понял, спасибо. Не только Майкрософт имеет свои фреймберки в этом направлении. Это имеет и HP, это имеет CSKA, это имеет все крупные вендоры, которые предоставляют и поставляют технику и так далее. И это хорошо, это называется best practice. Это не противоречит технологии стандартов. Например, если мы возьмем ISO 27201, это общий стандарт. Если вы реализуете у себя фреймберк Майкрософта, то аудитор, с большой вероятностью, проанализировав состояние дел компании, он скажет, что требования стандарта ISO выполняются, потому что они согласуются. То же самое есть еще в фреймберке ИСАКИ, например, и так далее. Поэтому здесь уже, как реализовать систему защиты на конкретном предприятии, решает кто владелец этих активов. Если ему удобно по каким-то причинам ориентироваться на опыт Майкрософт, пожалуйста, можно использовать. Это немножко мое мнение и комментарий не касается вопросов использования криптографических механизмов и алгоритмов, которые есть в продуктах Майкрософта. Поэтому если, например, мы рассматриваем архитектуру безопасности, можно использовать HP, Майкрософт, Cisco, ИСАКО, ISO, как угодно, строите. Есть еще BSI, есть немецкий стандарт и так далее. Если же мы начинаем выпускаться на уровень технологий, то там есть некоторые особенности, связанные с национальным законодательством в каждой стране. Но, в принципе, если не учитываясь, то тоже мы достигаем требуемого уровня, и я думаю, что аудиторы это подтвердят. Что ж, спасибо огромное, Александр, у вас чудесный доклад.